Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Программа «Дневной разворот» продолжается. В студии Анна Лапшина, Александр Рассокин. Всем добрый день еще раз. Еще раз здравствуйте. Ну и переходим мы к теме митингов, массовых акций. Федеральные кировские эксперты обсудят правила проведения митингов и других массовых акций. В рамках «Круглого стола» поговорим мы и про нынешнюю ситуацию, связанную с проведением акций протестов, различных митингов, инициатив законодателей в этой сфере. И будем мы говорить с председателем рекотделения партии «Парнасы и Открытой России» Вадимом Ананином. Здравствуйте. Добрый день. Как раз-таки одним из организаторов «Круглого стола», как я понимаю. «Круглый стол» пройдет в субботу, 18 марта в нашем городе. Вот сейчас Вадим, я так думаю, изначально расскажет подробности самого мероприятия, что это будет. А потом мы все-таки больше будем говорить о содержательной части. Да, и о проблематике. Хорошо. Можно ли тогда? Сразу же я скажу, что там будет три мероприятия проводиться 18 марта. То есть мы будем открывать региональное отделение «Открытой России». Давайте, Вадим, сначала расскажем. Вот «Открытая Россия» — это ведь не политическая партия, это движение. Это движение, да. Сетевое. Сетевое движение. Названо общественное сетевое движение. Хотя, если честно, я не совсем представляю, что они под этим сетевым подразумевают. Ну, я думаю, что это, конечно, сети, они должны, наверное, быть друг от друга не подчиняться. То есть больше полномочий даны, чем партия. Больше самостоятельности. Больше самостоятельности каждого регионального отделения. Нужно отметить, что непосредственно отношения к этой организации имеют Ходорковские. И с этим посылом как раз-таки и будет проводиться круглый стол. Ну, в смысле, затрагивание темы массовых акций и митингов. Да, в том числе, потому что мы как раз проводим в большинстве своими протестные акции. Ну, давайте так. Я все-таки предлагаю не сосредотачиваться только на протестных акциях. Я должна сказать, что движение «Открытая Россия» — это много разных спектров. В том числе это образовательная составляющая. Да, это прекрасные лекции прекрасных специалистов. Не только оппозиционно настроенных, но разных совершенно дискуссий, которые проводились в разных городах России. Там Екатерина Гордеева, насколько я помню, курировала этот процесс. Некоторое время назад. «Открытая лекция», по-моему, назывался проект. Это проект «Открытая Россия» или нет? Я сейчас не точно скажу, потому что я не знаю. Я знаю, что Баранова новый проект создала. Мария Баронова. Да, Баронова. «Право и защита». То есть она как раз его тоже будет нам презентовать. Мария Баронова приезжает в субботу в Киров. Кроме нее приезжает Сергей Давидис, член бюро «Солидарности» партии «5 декабря». И Дмитрий Семенов, журналист, член также «Солидарности» и движения «Открытая Россия». Все они будут в Кирове. Так, круглый стол начинается 18 марта в 14 часов. Где будет проходить? А, это отель «Классик», улица МОПР, 67. Так, вы всех желающих приглашаете. Или у вас все-таки какие-то предварительные пререгистрации? Дело в том, что у нас сейчас 50 человек. Конференц-зал, поэтому мы всех не сможем разместить. И у нас мало экспертов. Эти эксперты, я думаю, что в дальнейшем мы напишем пресс-релиз. И кому нужно, узнают через СМИ или через наш сайт. Поэтому здесь мы будем... Но 50 человек, вот эти, которых вмещает зал, они уже определены? Или вы пока все-таки заявки принимаете от желающих? Пока принимаем, да. То есть у кого есть что сказать, мы можем принять. Потому что у нас само региональное движение — это 21 человек. То есть уже будет 21. Соответственно, приедут люди из Москвы. У меня обещали прийти депутаты Городской думы, нашего ЗАГС-собрания. Вот я разослал приглашение в КПРФ, справедливую Россию, куда еще? А, в администрацию и уполномоченную по правам человека. А в Единую Россию вы приглашение почему не направили? В ЕСРО я не стал писать. А зря. Ну что? Они же тоже проводят митинги и акции. Ну и в конце концов, мне кажется, можно, наверное, и подискутировать бы было. Это же интересно. Самый мой главный заголовок, вот он звучит так, я сейчас его прочитаю, что ситуация с свободой слова в Кирове, когда Единой России можно все, а другие партии не смогут проводить митинги перед своими избирателями, является незаконной и способствует партийной дискриминации. На самом деле партия Единой России и так, как сказать, не страдает от этого, страдают все партии. Вадим, ситуация следующая. Если мы проводим круглый стол, посвященный теме свободы слова и не приглашаем на этот круглый стол депутатов от Единой России, это выглядит не очень красиво. Я думаю, что, может быть, они даже не придут, но мне кажется, что приглашение им, может быть, стоит направить. Это мое мнение, я прошу прощения. Да, и не озвучили также по поводу СССРов. Их пригласили на мероприятие? Пригласили, пригласили, Справедливую Россию пригласили. С Андреем Гордеевым мы уже договорились, что он к нам придет. Что, то есть, вот вы сейчас озвучили ситуацию, ну, вашу оценку ситуации в Кирове с свободой собрания. Именно это и станет красной линией, которая пройдет через всю повестку мероприятия круглого стола. Да, то есть мы будем разбирать проблематику. И почему издали такой закон, который запрещает проводить у нас в городе Кирове марши и митинги. С 15-го года нам запрещают проводить. Ну, не запрещают, а ограничивают количество мест. Нет, там нет. Они только пишут, что мы вам отказываем или запрещаем проводить. Вот по поводу ответа администрации на ваше заявление о проведении марша Немцова, как я понимаю, мы об этом еще поговорим. А если говорить про круглый стол, про завтрашнее мероприятие, помимо круглого стола, там еще и будет и показ фильма. Да, то есть сам, к сожалению, Владимир Карамурза не смог приехать. Но у него, я так понимаю, там сейчас он здоровьем занят больше, наверное. И он поручил вот этим людям, Давидис, Семенов и Баронова. То есть я думаю, что они презентуют нам этот фильм. Фильм Немцов рассказывает о чем? Я его не смотрел, то есть вкратце я могу сказать, а его никто не смотрел. Дело в том, что он как раз и презентуется. Он презентуется непосредственно в момент показа. В Кирове его никто не смотрел. Вот почему это интересно, что в Нижнем Новгороде, там, Новосибирске его показывали, в Кирове его еще не было показа. Насколько я помню, в Новосибирске, в Нижнем Новгороде приурочено, было как раз вот к дате гибели, да, Бориса Немцова? Да, да, да. То есть вот уже где-то в 20 или в 30 городах он уже был показан. Вот я надеюсь, что он вызовет интерес, и поэтому мы сделали свободный вход, чтобы люди пришли, смогли посмотреть и ознакомиться, узнать про Бориса, потому что, ну, мало людей знают про него. Так, показ будет тоже в отеле на Мопро? Да. Так, а вы говорите, зал вмещает 50 человек. Ну, мы сейчас хитро придумали, у нас еще рядом через два дома еще есть заведение. Если у нас будет много народу, тогда мы еще арендуем второе помещение, и будет у нас две флешки. То есть показ пойдет параллельно в двух рядом расположенных залах? Если мы наберем больше 60, тогда, я думаю, что еще и в дальнейшем, если мне оставят этот фильм, и как я буду координатором Открытой России, я, наверное, еще смогу и у себя оставить, и в дальнейшем показывать. То есть можно будет еще посмотреть. У меня такой вопрос, Вадим, скажите, пожалуйста, не опасаетесь ли вы неких, я не знаю, там, я бы не сказала, что это провокации, но, тем не менее, неких неприятностей, связанных с показом фильма. Потому что я знаю, что когда в других регионах его показывали, во-первых, где-то вдруг, в месте, где собирались его показывать, внезапно, не знаю, там, прорывало канализацию, начинало течь крыша. Ну, у нас бывает такое, знаете, вот совпадения неожиданные такие, да. Где-то, я не помню, к сожалению, сейчас города, фильм шел без звука. Вот, ну, то есть внезапно сломалось оборудование, да. Нет, я читал, 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 я читал, как кидают в гостей тортом, то есть знаю, что различного рода бывают провокации, вплоть до драк, поэтому, ну что, я рассчитываю на свои силы. Ну, вы один-то не справитесь. Нет, у нас 20 человек, поэтому я думаю, что мы сможем какие-то провокации. То есть вы вот организуете это мероприятие, у вас уже есть понимание, там, если вдруг будет какая-то провокационная ситуация, как вы будете из нее выходить? Потому что ведь мы людей приглашаем, да, ну, чтобы не оказалось так, что... Ну, хорошо, я вам скажу секрет, у меня есть запасной вариант. Ура! Если нас закроют, тогда нам придется просто уйти в подполье. Я надеюсь, что вас не закроют. А так и делают. Некоторые даже зал закрывают перед открытием. Так. Адрес подполья мы не будем оглашать, потому что это подполье. Пока, как говорите, я думаю, что если нас будут выгонять, то мы уйдем туда. Хорошо, понятно. 18 марта в 13.40 начнется аккредитация, точнее, она, скорее всего, даже продолжится. В 14.00 начнется круглый стол. Будет он называться «Как реализуется право на свободу собраний в Кирове». Ну и в 15.30 показ фильма «Немцов». Это все «Мопро-67», конференц-зал отеля «Классик». Аккредитация, вот сейчас, если кто-то желает заявиться на мероприятие, куда ему стоит подавать заявку, звонить, обращаться. Я дал анонсы на своей странице, потом специальной странице. Да. В Фейсбуке и ВКонтакте. И здесь пресс-релизы я по всем СМИ разослал. Здесь есть моя электронная почта, которую можно будет написать. Это для СМИ, для журналистов. И контактный телефон. Да. Ясно. Сейчас нам нужно прерваться буквально на 30 секунд, а после мы как раз и поговорим, как реализуется право на свободу собраний в нашем городе. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Дневной разворот продолжается. Анна Лапшина, Александр Рассохин. И в гостях у нас Вадим Ананин, председатель рекотделения партии «Парнас» и движения «Открытая Россия». 18 марта организует как раз-таки и партия «Парнас» и «Открытая Россия». Круглый стол, как реализуется право на свободу собраний в Кирове. Ну и этому же предшествовало какие-то определенные события. И связаны они были с маршем Немцова, который вы планировали провести по улицам нашего города. Направили заявку в городадминистрацию. Что вам ответили в городадминистрации? Мне пришел отказ. На основании? На основании, как они пишут, что менее 100 метров от границ территории, где расположены медицинские, спортивные, культурные, развлекательные и любые различные организации. К большому сожалению, в Кирове, в центре практически везде расположены медицинские, образовательные, культурные и прочие организации. То есть получается у нас никаких шествий нигде быть не может. Ну вот дело в том, что ежегодно подаете заявки. А извините, а по какому маршруту вы хотели пройти? Это улица Московская, насколько я помню. Да, где проводят у нас марши, вернее, демонстрации 9 мая, 1 мая, где любят ходить коммунисты. Парад дружбы народов ходит тем же маршрутом. То есть получается от стадиона Динамо до театральной площади. Да, только немножко в другую сторону. В другую сторону. В обратную сторону. И вам сказали, что здесь нельзя проводить. Да, то есть вот менее 100 метров от границы территории. Вадим, простите, пожалуйста, я ошибаюсь или вы дважды подавали заявки? Дело в том, что я говорил, что я уже год этим занимаюсь и прекрасно знал, что мне будет отказ. У нас очень много лазеек, много вариантов и много преференцев и всяких. Есть еще даже, когда, вот я помню, в 90-х годах, когда у нас рухнул СССР, у нас такое было телефонное право. Так вот оно вернулось, это телефонное право. Мне кажется, оно никуда не исчезало. Да, мне кажется, оно исчезало. А мне кажется, что нет. В 90-х годах была у нас свобода слова. Были свободные СМИ независимые. Но они не были независимыми, они друг другу противостояли, но они были более свободными, чем сейчас. Это правда. Они не зависят от власти, они зависят от учредителя, от редакции. Поэтому я знал, какой у меня будет ответ и прочитал. У нас есть постановление города Кирова, где говорится о массовых мероприятиях. То есть любой человек, гражданин может подать заявку, но нужно ее подавать на не менее 30 дней. То есть я за 30 дней. За месяц до проведения. Ну, за 30 дней. Я за 30 дней, нет, там менее, там можно за 2, за 3 месяца подавать, за полгода. Я подал за 30 дней. Но забыл отнести им копию паспорта и программу. И на следующий день принес им. А было уже 29 дней. Да, они говорят, что нам принесли паспорт на следующий день, хотя у них на согласование дается 15 дней. И они нам там написаны, что нужно помогать. Ну, при желании можно было, конечно, решить эти вещи. Конечно же, можно было решить. Нет, я могу сейчас обратиться в прокуратуру. Я знаю, что их могут наказать, потому что там в 15 дней они должны именно помогать гражданину, а не делать препоны какие-то. Поэтому они мне здесь отказали даже на массовом мероприятии. Соответственно, по закону, по федеральному 54-му, я дождался 15 дней. И до 15 дней до марша... За 15 дней до мероприятия... Пошел и подал за уведомление на проведение как раз этого марша. Я прекрасно знал, что они тоже мне откажут. Я даже рассчитывал, что они мне предложат опять эту заводскую улицу, которую мне уже каждый раз они предлагают. Альтернативный маршрут по улице Заводской, там по нечетной стороне или почетной, что-то такое. Да, да, да. От дома 51-го до 11-го дома. Если там кто был, то можно сказать, что там промзона, с одной стороны, и сауны, и развлекательное кафе. А с другой стороны сразу же начинается берег. Ну, то есть прошли сами для себя, прогулялись маршем и разошлись по домам. Я специально заходил, посмотрел, просто вот там два человека по трабинке не могут пройти. Особенно, если там снегопадка. Ну, там узкие тротуары, на самом деле. Либо идти по проезжей части, чего он, я так понимаю, не предлагает. Они всегда запрещают. Вот. Потом я подумал, а почему они каждый раз мне предлагают заводскую, если там тоже есть развлекательные учреждения? И написал им ответ. Это интересно, кстати, да. И написал им, да, исходящий ответ сказал, что, ребята, вы тоже меня подводите под штраф, да? Потому что, сейчас я читаю, вот есть там такое кафе, как Манифактура, танцевальный клуб Гринхаус, бар Черный Мотоцикл, Черный Клуб Блэкх Розы. То есть это я не говорю про сауну, там сауна на каждом углу. Поэтому я говорю, вы меня толкаете, то же самое. Так, а что же вам ответили? А они ничего, а они пишут, что так, 22-ое. Это мы переписку сейчас просто, те, кто не видит нашу аудиотрансляцию. Демонстрация города Кирова, ваш отказ от проведения демонстрации по заводской принят к сведению. Все, раз не желаете, мы приняли к сведению, все. То есть по заводской вы не пойдете, на другого маршрута мы вам не предложим? Да. Так. Но я им тоже начал объяснять, ну и всем начал, и себе тоже я понял, что это как раз тот момент, когда я не согласен и не отступлю. Потому что, ну, наступают моменты, да? Да, потому что в отдаленном промышленном уголке на окраине города, где, ну, вообще не может соответствовать цели. Ну, мы все понимаем, да, что все-таки марш памяти убитого Бориса Немцова – это событие, которое проходило не только в Кирове, оно проходило в других городах, и там организаторы тоже сталкивались с проблемами во время проведения. Но, тем не менее, там все-таки каким-то образом эти вещи решаются. То есть вы больше, я так понимаю, в претензии не потому, что вам не разрешили проводить его по улице Московская, а потому что вам предложили вариант для проведения вообще очень удаленный, скажем так, да? Ну и вот в одном варианте, не то, что в одном варианте, а в каком, так сказать, что он тоже нарушает законодательство, вернее, наше постановление администрации. Это да, это мы уже разобрали. И опять есть, они должны были мне обосновать. Они мне вроде бы начинают ссылаться на свое постановление, но что такое постановление, что такое Конституция и что такое федеральный закон? Так. Вот поэтому я говорю, что я на этот раз этого вам не прощу, я буду подавать в суд. Так. Я создал, с юристами написали административный иск, и сейчас мы будем судиться с администрацией города Кирова. Вы подали его уже куда-то? Да. Направили в прокуратуру? Да-да, в Первомайскую. Нет, в Первомайский районный суд. То есть непосредственно сразу же в суд? Да. А ответ какой-то пришел, может быть, когда заседание уже состоится? Нет, все написано, 24-го я должен явиться. Там, наверное, 24-го мы... 24-го марта. Да, 24-го числа мы какие-то вопросы там уже мелкие решим. Письмо уже я передал администрации города. Там их юристы, я думаю, что уже начинают готовиться. У меня тоже есть юристы. Поэтому будем оспарить вот это их действие. Что вы будете добиваться именно решением суда? Я хочу, чтобы наше постановление города Кирова было изменено, чтобы не было этих 100 метров. Дело в том, что наши муниципалитеты Кировской области, каждый муниципалитет издал свое постановление. Почему-то Суна издала 20 метров от этих учреждений. Потому что Суна меньше, чем Киров. Кировской, например, 50 метров. Нет. Ну а почему нельзя-то? Даже если вот 100 метров... Сделайте в Кирове эти же 20-30 метров. В чем разница в 20 и 100 метрах? От 20 я могу проводить марш. А в 100 я нигде не могу... Почему не только я? Никто не сможет найти место. Я им говорил, прихожу в администрацию. Вот я уже год с вами работаю, сотрудничаю там. Прихожу, заявки подаю. Покажите мне место, где я могу провести. Где вот 100 метров есть, где я могу. Говорю, давайте площадь Конева. Там тоже рынок. Давайте на Филеке, там на площади. Там тоже учреждения. На Филеке нельзя. Там культурные центры, семья. Да, там нельзя. Понимаете, у нас нет таких мест. Они смеются, говорят, ну извини, вот с 2015 года мы сейчас всем запрещаем и КПРФ, и ЛДПР, и Справедливая Россия. То есть мы всем партиям запрещаем. Я им начинаю приводить пример, говорю, а как же Единая Россия? А они говорят, в 99%, ну я уже сам понимаю, они проводят не от партии, а заявку подает администрация города или администрация области. Ну да, нужно здесь отметить, что разрешены марши и митинги на территориях, на которых в обычные дни запрещены такие акции, проводить в какие-то праздничные дни. Например, там 23 февраля, 9 мая и так далее. День народного единства. Если администрация подает, сама заявку делает. То есть там зависит от заявителя. Да, да, да. Это такое есть исключение для администрации города сделано. Но я считаю, это правильно, то есть нормально. У вас какие ожидания от судебного процесса? Вы думаете, добьетесь своего результата и постановление придется изменить администрации? Есть ли такие прецеденты, может быть, в других регионах? В 99% суды бывают проиграны. То есть на наш суд я тоже не надеюсь. А зачем тогда это все? А мы должны дойти до Верховного и вплоть до Европейского. Европейский суд точно встанет на нашу сторону. Так. И мы через год через два. То есть вы в этом уже так уверены, да? Да, дело в том, что я разговаривал с Сергеем Давидицем. Он говорит, что вообще никаких проблем нет. Давай дойдем сначала до Верховного. Нет, ну вообще, наверное, не очень правильно заявлять сразу, что мы уже знаем, какое решение суда будет освобождать. Ну да, но мы можем предполагать, что Европейский суд будет более благосклонен к тому, чтобы сделать более свободными правила проведения массовых акций в городе Кирове. Так? Дело в том, что он уже наказывает. Он их не просто рекомендует нашему государству. Он наказывает. Он наказывает, да. И решения Европейского суда, насколько я понимаю, они обязательны к исполнению. Есть такой господин Алексей Николаев. Его называют главным геем России. Он уже на этом создал свой бизнес. То есть он проводит в каждой городе. Вернее, не подает заявки. На митинги, на марше. И ему отказывают. Вот он первый раз уже получил там... Он протестовывает. Да. Какие-то там тысячи евро. Сейчас он съездил по всей стране. Подает в каждом городе заявку на марш. Ему отказывают. Он идет в районный, в областной, там, тп, тп. И сейчас собирают заявки опять специально для Европейского суда по правам человека. Чтобы заработать какие-то деньги. Наказать наше государство. Но это наказываем мы не государство, а сами себя. Мы наказываем сами себя, по большому счету, к сожалению. Но нужно отметить, что, может быть, до Европейского суда по правам человека дело-то и не дойдет. Так как с инициативой вернуть митинги на Театральную площадь, в том числе, вышел лидер кировских коммунистов Сергей Мамаев. И после небольшой рекламы мы как раз об этом и поговорим. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Программа «Дневной разворот» продолжается. В студии Анна Лапшина и Александр Рассохин. Мы говорим о правилах проведения в Кирове массовых акций, собраний, шествий и чего угодно. И о том, можно ли сделать так, чтобы проведение этих акций не оборачивалось для их организаторов большой беготнёй по кабинетам чиновников. Можно ли как-то упростить этот процесс? У нас в гостях Вадим Ананин, председатель рекоделения партии «Парнас» и «Открытая Россия». И перед перерывом мы вспомнили о законодательной инициативе Сергея Мамаева, лидера кировских коммунистов. Вышел он с поправками в законодательство уже на мартовском пленарном заседании областного парламента. Будет она, как предполагается, рассмотрена. Сергей Павлинович предлагает вернуть массовые мероприятия и митинги на театральную площадь. На театральную площадь и на различного рода таких площадок. Мы помним все, что ЛДПР раньше у филармонии, например, проводила свои акции. Излюбленным местом для них была эта площадка. Но вот сейчас их тоже оттуда выгнали. И Сергей Мамаев говорит, что запрет, который был введен, если я не ошибаюсь, в 2015 году. Октябрь 2015. Вот, октябрь 2015 года как раз-таки на проведение массовых акций рядом с объектами культуры, образования, спорта. Он был введен два года назад. И он нарушает права граждан проводить собрание и шествия. И сейчас прописано в областном законодательстве, где подобные мероприятия запрещены. Нужно вспомнить, что это также и аэропорт, вокзал, торгово-развлекательные комплексы, рынки и так далее. Вот к этой инициативе как вы относитесь? Потому что, возможно, быстрее добиться итога поддержав коммунистов, а не идти в ЕСПЧ. Я говорю, что нужно здесь расширять больше и убирать эти 100 метров. Вадим, ну маленькими-маленькими шажками, может быть, мы и приблизимся. Может, вам объединиться? Я говорю с Андреем Гордеевым. Да, с Андреем Гордеевым. Это депутат городской думы от «Справедливой России». Это ЗАГС собрания уже. А, простите, да, все уже. Он уже побольше стал депутатом, депутат областной думы. Поэтому они собираются с моей помощью. То есть я вам сейчас приношу вот эти все договоры, иски, всю нашу переписку. Вот завтра мы еще поговорим с Давидисом Сергеем. И если это возможно будет, то мы от «Справедливой России» тоже сделаем законопроект, где будет говорить как раз или полностью убрать это постановление. Потому что есть города, где нет такого. Много их? Я точно не знаю, но, наверное, половина. Потому что в Москве точно нет. Вот Сергей, я спрашивал, говорит, а у нас такого в Москве нет. Ну, в Москве это сложно. Нет, по федеральному можно, вернее, по федеральному там четко сказано, что на атомных станциях, на ЖД нельзя, там т.п. Ну, это понятно, это объекты повышенной опасности. И от ЖД там метров 10-20 нужно отойти или отсюда. Все, с этим я нормально согласен. Но когда говорят от церкви 100 метров или там от детского заведения 100 метров, это уже называется как раз запрет. Ну, а вдруг митингующие будут нехорошие слова выкрикивать? Дети-то научатся плохому? Ну, 100 метров, я считаю, это раз. А во-вторых, это же есть нарушение общественного порядка. Есть же полицейские. Есть, конечно. Композиция, которая должна пресечь эти общественные беспорядки. Поэтому я думаю, что мы с Гордеевым, Андреем, все-таки сделаем законопроект, который будет или уменьшать этот метраж, или полностью будет как-то менять надо это постановление. Когда планируете выходить с этой инициативой? После этого заседания, когда у нас будет круглый стол, мы вечером останемся поговорим с московскими этими экспертами. И на основании моих годичных переписок, ТП и ТП с администрацией, будем уже подготавливать. У нас времени мало осталось до 30-го числа. Но я думаю, что в марте вы точно уже не успеете, потому что необходимо, чтобы юридический отдел ЗАГСобрания проверил всю документацию, затем вынести на рассмотрение комитетов. Поэтому, наверное, скорее всего, в апреле удастся вынести. Так и даже Мамаева не примут за первое чтение. Там будет первое, второе чтение. Вы знаете, есть ощущение, что если комитеты, например, по этому законопроекту вынесут отрицательный вердикт, то, возможно, не будут рассматривать дальше. Ну и решение комитетов, оно все равно не окончательное. Все мы понимаем, у кого большинство в законодательном собрании. И понятно, что это большинство, наверное, бы не хотелось ему слушать всю критику, которая доносится как раз таки от вас. В театральной площади. Они же этого и добились в 2015 году. Есть же экспертное решение общественной палаты. Там эксперты писали и говорили, что не нужно этого делать. Но они это сделали. Вадим, у меня нет совершенно возражений по поводу проведения шествий, массовых акций, чего угодно, в любой точке города Кирова. За небольшим исключением. Мне кажется, что самое важное в этой ситуации, это даже не соблюдение закона участниками этих мероприятий. Потому что все мы люди взрослые. В конце концов, вы действительно говорите, есть же полиция, которая может вмешаться и наказать тех, кто нарушает закон. Исключение это касается безопасности самих участников. То есть если мы проводим массовое шествие по улице Московской, и если вы идете, например, по проезжей части, для этого нужно перекрывать движение. Ради 30, 50, 100 и даже 200, 500 человек, возможно, не захотят его перекрывать. Но вот есть у нас, например, люди, которые желают принять участие в массовых акциях, а есть люди, которым куда-то нужно ехать на машине по улице Московской, и они обычно бывают недовольны перекрытием движения. Понятно, что можно бы потерпеть, наверное, но вот в России, к сожалению, нет культуры массовых акций, многолетней такой, спонтанно возникающих, да, а не организованных сверху из-под палки. Поэтому люди к митингующим, шествующим относятся не очень позитивно, если они вносят проблемы в их жизни. Интересы большинства в данном случае все равно затрагиваются. Второе, если вы делаете это не на проезжей части, а идете, например, по тротуару, то в любом случае вы должны каким-то образом договариваться либо с полицией, либо с ГИБДД, как там, с подразделением полиции, чтобы все-таки они обеспечивали безопасность пешеходов, потому что если вас будет много, и вы пойдете навстречу каким-то людям, этим людям, возможно, придется обходить вас уже по части проезжей, и они таким образом рискуют попасть под машину. Ну и плюс количество таких акций, конечно, увеличится в разы, если это ограничение уберут, снимут, и заявление... Я уверен, что они не увеличатся. Уверен, что не увеличатся? Уверен, да, потому что у нас так сейчас все зажато, что вот я... Так поэтому и зажато, потому что есть какие-то рамки ограничения, а если их снять, то хлынет волна. Ты думаешь, все пойдут на улицы сразу же, вот шествовать, не те удавать? Но вероятность такая есть, что количество акций увеличится. Вы сейчас удивитесь, но люди боятся. Даже мои активисты, которые сейчас выходят, их с каждым разом меньше и меньше становится. Естественно, потому что их могут забрать, потому что в таком случае они нарушают законодательство. Я сейчас могу показать вам человека, которого сначала сократили до нижнего подразделения, сейчас он полностью уволен. Есть люди, которые... То есть люди боятся выходить на массовые акции, потому что потом, возможно, проблемы в карьере, проблемы на работе. Так. То есть вы думаете, если разрешат проводить мероприятия, на них все равно никто не будет выходить? Да, если сделают у нас не 100 метров, а 20 метров. Ситуация в городе не изменится. Ситуация, когда в России не изменится, и ситуация в городе не изменится. Вадим, а зачем? Ну, хотя бы нам будет легче оппозиционным партиям ходить, делать митинги, собирать народ не на заводской, не за парком, не на кладбище, как нам предлагают это, да, а проводить... На кладбище? Ну, это я уже в кавычке сейчас сделал. Так. Я считаю, что следующий шаг... Смотрите, заводская нам запрещена по закону. Уникальная ситуация, так? Ну, и на их месте, будь я чиновником администрации, я бы пошутил и послал нас в загородный парк. Это же город, Киров, да? Ну, конечно, вы можете... Вы можете ходить в Порошино, между прочим, по тропе здоровья и польза для активистов, правда же? А я сейчас еще посмеюсь с вами вместе. Администрация города мне согласовывала пикеты. У нас по закону можно... Раньше было до 23-х, сейчас до 22-х. Они мне согласовывали с 20-ти до 22-х. То есть ночь, представляете? А это было... Порошино? Нет, это нет. В городе нам... Ну, если еще и добавить Порошино, то полный сюр. Мы проводили пикеты, и мы проводили ночью. Ну, у нас была избирательная кампания. Партия Парнас шла к Госдуму, и мы проводили пикеты. Так вот, мы проводили с 8-ми до 22-х. Это было летом? Ну, это был август, да. Да, все-таки, по крайней мере, это было не зимой, понимаете? Ну, вот какие-то плюсы, да. Ну, я хочу сказать, что мы в день убийства Бориса Немцова тут тоже стояли с 4-х до 22-х. То есть мы сделали куб, сделали оформление красиво эту возле администрации города Кирова, принесли цветы, и мы стояли, и хотя... То есть это 27-го было февраля? Да, в понедельник. Два года назад? Нет. А, в понедельник. И до 22-х тоже простояли. И как кировчане реагировали на всю эту акцию? Потому что я слышал, что были и негативные отзывы. Да, конечно, а как же без них? У нас же правит головой как раз сейчас телевизор, радио. На котором вы сейчас? В том числе, да. В том числе. Поэтому я не удивлен. Я не удивлен. Ну, насколько мы знаем, все-таки и марш даже удалось некий провести. Да, да, да. Каким образом? Я сказал, что вот сделайте со мной что хотите, можете меня задерживать. Кому? Полицейским сказать? Я администрации объяснил, что мы этот марш проведем. То есть я знал, что за это меня не посадят. Меня могут самого большого штрафовать от 20 до 30 тысяч. То есть на это я был готов. Поэтому я объяснил, что... Мы не призываем всех поступать, так как, Вадим, мы призываем всех все-таки соблюдать закон. Я тоже не призываю. Так. Ну, я понял для себя, поставил момент, что когда-то я всегда... Год я уже отступал. То есть я им каждый раз говорил, раз вы мне отказываете, я не буду проводить эту акцию. То есть вы были законопослушным гражданином. У меня ни разу не было нарушений, у меня ни разу, я не привлекался, у меня не было ни административных штрафов, ничего. Поэтому я объяснил им, что народ должен пройти, показать свое отношение к этим убийцам, которые убили Бориса Немцова. Так. Поэтому мне звонила всю неделю полиция, говорила, сначала мы говорили, что будет задержание. Я говорю, хорошо, мы на это тоже готовы. Потом они говорили, давайте уберем транспаранты, выйти с цветами, с фотографиями и с российским флагом. Партийные флаги уберем. Хорошо, давайте, я согласен на это. Мы так и поступили. Но в конце концов, дошло до того, что они даже российский флаг нам запретили поднимать. То есть мы пришли. Мы прошли этим марш... Путем? Да, путем. От театральной площади до вечного огня. То есть в руках у нас были цветы и... Шли вы по тротуарам. Портрет, да, по тротуарам. То есть нас также человек 6 или 7 охранял полицейских. То есть, насколько я понимаю, портреты по улицам у нас пока не запрещено носить. Но однако же, я сейчас еще один момент скажу. После проведения этого марша меня вызвали в сторонку, посадили в УАЗик. И мы начали писать не протокол пока, а объяснительную. То есть я как свидетель дала им объяснительную на почему, на каком основании. Нарушал я, не нарушал закон. То есть я написал, вернее, я сказал, что я не нарушал закон. Но мы прошли это так-то так. Но это объяснительно дает право создать административный протокол. А на это создание дается год. И у нас такие были моменты, когда оставалось буквально 2-3 дня. И вам приходила бумага какая-то. Нет, это вот в Скотывкаре есть такой юрист. И ему буквально за 2-3 дня, когда заканчивается срок года, его везут в суд и проводят в суд. Вот представьте. То есть я сейчас тоже нахожусь в течение года. И выносят наказание за административные нарушения. То есть если что, сейчас на вас, у правоохранительных органов, есть основания, чтобы если что, как-то повлиять на вас. Ну что, 18 марта состоится круглый стол. Как реализуется право на свободу собраний в Кирове. МОПРО 67, конференц-зал отеля «Классик». И пока что есть у всех желающих все-таки возможность заявиться туда. Хоть и 50 человек только. Вместимость зала, да. Да, но все-таки есть еще возможность. И также в 14 часов начнется мероприятие. А в 15.30 показ фильма Владимира Карамурзы «Немцов». Ну, на этом я предлагаю заканчивать дневной разворот. В гостях у нас был Вадим Ананин, председатель отделения партии «Парнас» и движения «Открытая Россия». Как я понимаю, пока что еще движение не зарегистрировано. В Кирове. Партия «Парнас» почему? Нет, «Открытая Россия». Вот мы только будем создавать его. То есть у вас это будет некое учредительное собрание, да? Так не некое, а полностью учредительное собрание. Но мы принято советом этого движения, мы не будем регистрироваться. То есть это движение будет без регистрации в Российской Федерации. Это просто общественное движение. Да, да, да. Без регистрации в Минюсте. Но отделение будет. Да. Работу когда начнете уже? А я считаю, круглый 100 тоже начало работу. То есть фактически старты создания отделения будем считать 18 марта? Да. Хотя до этого, я уже был координатором назначенным, и мы уже флаги выходили на марш Немцова, на пикет Немцова. Ясно, спасибо большое. Вадим Ананин был у нас в гостях, Анна Лапшина, Александр Асохин. На этом дневной разворот заканчивается. Разрешите оставить вам доклад? Да, конечно. Спасибо большое. Спасибо большое. Всего доброго. До свидания. До свидания всем. Субтитры подогнал «Симон»!